МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. В качестве анкерного устройства будет использоваться анкерная петля. Специалисты Смоленск АЭС провели семинар по охране труда. Кто-нибудь из вас помнит, какая вовлеченность по результатам прошлого года у вас была? Работники станции приняли участие в работе фокус-групп по вовлеченности. Угрога по номерам 3 команды. Затушу и на 1-й фонд. 1-й фонд команды. Атомщики содействуют развитию баскетбола в регионе. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 526 мегаватт по концерну. В целом с начала года выработка 104,6% к плану ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 2-й и 3-й энергоблоки суммарная нагрузка 2128 мегаватт. Существенных замечаний по рабочему оборудованию нет. 1-й блок 24-го числа остановлен для проведения планового текущего ремонта. Все работы в графике. Выработка электроэнергии за 26 дней марта составила 1,54 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 286 миллионов. С начала года выработка составила 5,77 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 919 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. О нарядно-допускной системе, неукоснительном соблюдении требований безопасности при работе на высоте и потенциальных зонах травмирования говорили на семинаре, который Смоленск АЭС провела 24 марта для подрядных организаций, задействованных на строящихся объектах. Это специализированное обучение – одно из многочисленных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда, который традиционно отмечается 28 апреля. В планах у нас было провести практическое занятие по нарядно-допускной системе для того, чтобы объяснить те требования, которые мы предъявляем к подрядчику при организации нарядно-допускной системы и продемонстрировать возможности и порядок применения специализированных средств индивидуальной защиты и эвакуации при организации работ с высоты, для того, чтобы работники, участвующие в этом процессе, в процессе строительно-монтажных работ, увидели это воочию и поняли ту необходимость и те средства, которыми можно быть обеспечена защита от падения с высоты и средства для эвакуации работника в случае его зависания, в случае нештатной ситуации при организации работы на высоте. Как сообщил заместитель начальника отдела охраны труда Дмитрий Марков, впервые была затронута тема эвакуации человека, зависшего на высоте. Представители компании «Неофор» во всех деталях разъяснили и на собственном примере показали возможности новых приспособлений по характеристикам и качествам шагнувших далеко вперед. По признанию участников, встреча получилась максимально актуальной и полезной, обсуждены важные производственные темы, получены исчерпывающие ответы на конкретные вопросы. Внутренняя перестройка и уже персоналу объясняешь, что ребята, вот это вот можно, это нельзя, ну, довольно-таки профессионально, потому что здесь получаешь конкретные и ясные ответы. Вторую половину дня организаторы посвятили теории, представив инженерно-техническим работникам большой методический блок, обзор несчастных случаев на объектах концерна «Росэнергоатом». Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам этого семинара, потому что в очень доступной форме были представлены все материалы, и теоретическая часть очень понятна, где в каких-то там правилах мы чего-то недопонимаем, вот, здесь было четко и ясно все нам разъяснено, и, соответственно, практическая часть очень хорошо была представлена. Какие проблемы на предприятии и за его пределами волнует персонал Смоленск АЭС, что влияет на их уровень мотивированности на достижение наилучших результатов в работе? Эти и многие другие вопросы 23-24 марта обсудили на фокус-группах по результатам февральского исследования корпоративной вовлеченности «Твое мнение важно Росатому». Со смоленскими атомщиками беседовал внешний консультант, руководитель программ корпоративной академии «Росатома» Вадим Апрелков. Как пояснил Вадим Валерьевич, анкетирование по вовлеченности – это лишь один из этапов корпоративного исследования. За ним следует фокус-группы, которые помогают уточнить результаты проведенного опроса, глубже понять ситуацию на предприятии со слов самих сотрудников. Порадовали меня группы, которые мне довелось проводить своей открытостью, своей готовностью проговаривать все вопросы и относительно острые, и те, которые их радуют, и те, которые их, наоборот, в какой-то степени огорчают. Способность полностью, не побоюсь этого слова, гордиться своим предприятием, в хорошем смысле этого слова. И у этой гордости действительно есть все поводы для основания. Люди это прекрасно понимают, и очень было приятно работать с людьми, которые четко знают, что еще хотелось бы исправить, а что уже совершенно замечательно. За два дня в фокус-группах приняли участие 44 сотрудника СМОЛЕНСК АЭС, линейные руководители, работники основных и вспомогательных подразделений, от начальников в отделах и ведущих специалистов до рабочих. Такая выборка позволяет учесть мнение всех категорий сотрудников, получить объективную оценку успешности действий руководства предприятия и отдельных его подразделений, направленных на повышение вовлеченности. Работники СМОЛЕНСК АЭС были настроены на конструктивный и откровенный разговор. Комментируя итоги работы в фокус-группах, руководитель программ корпоративной академии Росатома отметил, что в коллективе СМОЛЕНСК АЭС в целом наблюдается позитивное настроение и мотивированность на повышение производительности труда. Информация, полученная по результатам фокус-групп, ляжет в основу корректирующих мероприятий, направленных на дальнейшее повышение вовлеченности персонала СМОЛЕНСК АЭС и усиление позиций предприятия. Баскетбол в Смоленской области развивается колоссальными темпами в последние годы и в этом огромная заслуга концерна Росэнергоатом и СМОЛЕНСК АЭС. Об этом заявил руководитель Департамента регионального развития и массового баскетбола Российской Федерации баскетбола Владимир Дичок в интервью журналистам на торжественном закрытии финала чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС Баскет среди команд юношей Центрального федерального округа. Генеральным партнером соревнований выступил концерн Росэнергоатом. В последние годы баскетбол в Смоленской области, в Смоленске, в Десногорске, в городе развивается колоссальными темпами и в этом, конечно же, огромная заслуга концерна Росэнергоатом. Это заслуга атомной станции Смоленской, потому что тот прогресс, который произошел здесь, это просто такое редко где увидишь. В финале чемпионата встретились 14 команд, победители региональных этапов. Настолько масштабные спортивные состязания среди школьников по баскетболу в нашем регионе прошли впервые. На самой большой спортивной площадке Смоленской области собралось более 2,5 тысяч детей – юниоров, баскетболистов и болельщиков. Это стало возможным благодаря проекту по развитию молодежного баскетбольного движения «Динамо Росатом», инициированного в 2014 году генеральным директором концерна Росэнергоатом депутатом Смоленской областной думы Андреем Петровым. Как раз таки руководители, они понимают, что спорт – это жизнь, это движение, не только в Росатоме, но и в спорте, и для детей, и для развития всей Смоленской области. Всего, я так думаю, это самый активный, наверное, второй год, и за два года такой прогресс. Какой зал красивый, благодаря всем этим людям, которые любят баскетбол. А мы всегда рады поддерживать. Помимо зрелищных и захватывающих баскетбольных баталий, для участников и зрителей финала «Кэсбаскет» была подготовлена интересная образовательная и развлекательная программа. Тематические лекции, которые для студентов и преподавателей Академии физической культуры провели заслуженный тренер РСФСР Евгений Гомельский и генеральный директор Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом» Сергей Фомин. Выступление лучших творческих коллективов Смоленска и Десногорска, единственные в России шоу команды баскетбольных акробатов, розыгрыши призов, различные выставки. Я хочу сказать огромное спасибо нашему генеральному партнеру, концерту «Росэнерго Атом» и всему руководству концерна. Я хочу сказать спасибо Смоленской атомной станции, нашему надежному партнеру в течение трех лет. Всех с праздником! Большой интерес у школьников и студентов вызвала передвижная экспозиция «Смоленск АЭС», которая работала на протяжении всего финального игрового дня чемпионата в фойе спорткомплекса «Олимпийский». Ребята узнали о работе ведущего энергетического предприятия и региона, его перспективах развития, а также о том, как можно стать атомщиком. По итогам турнира бронзовые медали финала ЦФО «Кэсбаскет» завоевали баскетболисты из Владимирской области. На втором месте – команда из Тульской области, а победителями стали баскетболисты из Тверской области. Призеры и победители награждены кубками, медалями, грамотами, памятными сувенирами «Смоленск АЭС». Лучшие игроки и тренеры команд отмечены призами концерна «Росэнергоатом». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова